В дежурную часть отдела внутренних дел обратился москвич средних лет с заявлением о разбое, произошедшем в его квартире. Двое неизвестных мужчин, с которыми он познакомился недавно и привел для распития алкогольных напитков, похитили у него денежные средства в размере 37 тысяч рублей и при этом один из них угрожал ему ножом. На кадрах, снятых камерой наблюдения, хорошо видно, как подозреваемые в течение почти часа поджидают мужчину на улице, затем следует весьма дружелюбная встреча и, наконец, по прошествии еще двух с половиной часов гости в явной панике покидают подъезд. В рамках проведения оперативного мероприятия «Заслон-2» оба этих злоумышленника были опознаны сотрудниками уголовного розыска и задержаны. Впоследствии их показания позволили установить картину произошедшего. Они пришли в гости далеко за полночь. Выпить, посидеть, пообщаться. Он занимается такими делами всякими. Ну, нужен мальчик ему был. Он любитель. Меня позвали с целью. Тоже пойдем в другую, останемся у него там на ночь. Так вы остались на ночь? Да, мы выпьем. Остались? Нет, мы уехали оттуда. Ну, я сидел на кухне, ждал их. Минут сорок, наверное. Он зашел в комнату, а там видел такую картину, что он держит у Марата нож в шее. И получилось так, что все личные вещи и все прочие деньги нашли у второго человека. Я все равно прохожу на своей части. Теперь они считают, что один просто попугал хозяина ножом, а другой просто обокрал его. Но с точки зрения уголовного кодекса их деяние совместно и в совокупности является ничем иным, как разбоем, причем в составе группы. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Подозреваемые арестованы и проверяются теперь на предмет совершения других похожих преступлений.